Кошмарное утро пережили обитатели нескольких домов на вторчермете. Они обнаружили в мусорном баке мертвого удава. Глазам своим не поверили, но пришлось. После чего собрали ветеринарно-следственные консилиумы. Долго гадали, чей, сколько отроду и не опасен ли. Валентин Бессонов выслушивал версии и хронологию событий. Уже и видела, Гадёк видела. Вынося мусор, испугалась до полусмерти. На контейнерной площадке пенсионерка Любовь Левакина наткнулась на огромную змею. Только отойдя подальше и присмотревшись, она замечает, рептилия не шевелится. Ничего себе, такая большая. Эта клиентка говорит, я дошла, до помойки увидела, напугалась, пошла вошла к комбинату. Пока женщина разглядывала скрытую угрозу, у мусорки собрались и другие жители вторчермета. Только убедившись, что змея мертва, люди подходят ближе. Откуда на вторчермете взялась полутораметровая рептилия, местные жители даже представить не могут. Говорят, зоомагазинов рядом нет. Скорее всего, выкинул кто-то из заводчиков. Змея в очень плохом состоянии. У нее отъедена большая часть головы. Присмыкающиеся приводят в ужасы мусорщиков. Коммунальщики говорят, в контейнерах они и раньше находили тела домашних животных. Но чтоб змей, это что-то новенькое. Что делать с экзотической находкой, они даже не знают. Ясно-понятно, что можно их пугать. Конечно, я только в зоопарке видел, больше нигде. Специалисты, изучив мертвую змею, приходят к выводу. Это темно-тигровый удав двух с половиной лет от роду. Это самый распространенный в частных коллекциях вид. На теле видны грибковые поражения, а это значит, за змеей плохо ухаживали. Но, скорее всего, она погибла от пневмонии или простуды. Нет, резкое потепление. Люди стали открывать чаще окна, свежий воздух, где-то переохладили. Причем критическая температура для этих животных 20 градусов, плюс 20. Близко подойти к мертвому удаву решились только сотрудники спецавтобазы. Они увезли животное на мусорный полигон. Его уничтожат в биометрической яме. А того, кто напугал жителей в Торчермето, подложив им змею, скорее всего, установить уже невозможно. Валентин Бессонов, Алексей Богданов. Новости 41 канала.